Добрый день, я уже четвертый год приезжаю в Киев, приезжаю с удовольствием и сегодня у меня второй доклад, не технический, так что если кто-то думает, что это технические термины какие-то, это не термины. Поговорим о менеджерах, поговорим о разработчиках, об отношениях между менеджерами разработчиками и так далее. То есть у каждого из вас есть конечно менеджер, я понимаю, кто-то доволен, кто-то недоволен, может быть не все могут сказать, а я могу, потому что у меня нет менеджера, меня никто не накажет. Я работаю в двух компаниях, являюсь партнером, мы их сделали в разное время. Одна аппарат ассистанс, это консалтинга, вторая делает продукт для страховых агентов в штатах, мы их автоматизируем. Ну вот, пожалуй, и все о нас. Теперь, менеджер. Раньше такого понятия не было, в принципе. В 1841 году где-то между Нью-Йорком и Массачусетсом произошло крушение поездов. На тот момент компьютеров не было, как может быть вы знаете, менеджеров не было. Единственное, что были организации в церкви и в армии. В частности, в прусской армии была структура такая очень жесткая, кто кому подчиняется, вот как на той картинке. И когда произошел этот train wreck, вот эта авария поездов, решили, что, во-первых, нужно понять почему, а главное, нужно найти кого обвинить, виноватого. И вот стали делать вот такие структуры и надо было идентифицировать, кто не выполнил свои обязанности, хотя должен был выполнить. И вот придумали вот это вот. Это для них тогда было открытие. Ну, типа, как у нас айфон новая версия. Вот это для них было очень тогда большое дело. Но теперь они есть, вам никуда от них не деться. И давайте попробуем понять друг друга. Программисты и менеджеры. Первое, вы должны понять, что программисты и менеджеры думают просто по-разному, когда они находятся на работе. Давайте посмотрим, о чем говорят, например, разработчики. Ну, конечно, все говорят, что надо выучить шкала. Никто не знает зачем, но это как бы cool. Потом вторая тема важная – программирование игр. Ты уже программируешь для андроида, не программируешь. Денег там нет, но это cool. Ну, то, что менеджер идиот – это святое. Ну, конечно, как девочку найти или мальчика. Это понятно. И как переехать в другую страну. Это, конечно, специфичный вопрос для Евразии. О чем менеджеры говорят? Деньги, заработать деньги для компаний. Только об этом и сто раз. Их задача принести профит, принести бизнес, чтобы компания не теряла деньги. Неважно какая. Пусть это будет консалтинг-компания ваша, пусть это будет продуктовая. Менеджера – задача зарабатывать деньги. Ну, конечно, как найти девочку-мальчика? Не без этого. Это им тоже нужно. И о том, какие плохие и безответственные разработчики. Об этом говорят менеджеры. То есть почти ничего общего. Вы заметили? Один пункт. Один. Но давайте теперь я вас спрошу такой маленький опросник. Поднимите руки. Кто считает, что менеджеры должны уметь программировать? Менеджера в IT. Примерно половина. Чуть меньше, чем половина. Ну, я во второй половине вообще. Давайте теперь посмотрим, откуда берутся эти менеджеры, которые программисты. Менеджер пользовался уважением в народе и сказали, будешь менеджером. Правильно? Опыта менеджера у него нет. Он еще вчера с нами ходил на пиво. Был Вася, свой парень. А тут он менеджер и хочет от меня что-то. Более того, этот Вася все еще хочет программировать. И при каждой возможности он пытается уйти от обязанности менеджмента и программировать. То есть ничего хорошего, честно говоря, я не вижу в этом. Ну, теоретически это бывает. Если человек решил поменять карьеру, он был программистом, а хочет двигаться в менеджмент, это нормально. Тогда он уже будет что-то там учить и заниматься этим. В принципе, не часто бывает, что менеджер знает, как руководить. Менеджеру знать, как команду построить правильно. Менеджер должен быть сильным человеком в этой организации. Он должен уметь бороться за команду. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, как. Ну и следующий вопрос. Нужен ли тебе менеджер вообще? В принципе, тебе нужен менеджер или не нужен менеджер? Ну вот посмотрите на эту команду. Вот они делают айфон, да? Фабрика в одной дружественной стране. Хороший продукт получается. Видите, какой хороший? Каждый из них может это сделать без менеджмента. Да или нет? Я не знаю. Вряд ли. А вот это посмотрите на команду. Почему? Это же был проект. Помните кавказскую пленницу? Почему он не получился? Менеджмент плохой. Менеджмент. В этом большая проблема. Смотрите на этих двух менеджеров. Что между ними общего? Обама у нас такой человек, который все время пытается кого-то обвинить. Там есть две партии республиканцы, демократы, и он все время недоволен. И на них, если что-то у него получается, он говорит, что вот этот не хочет или тот не хочет. Представьте себе, что менеджер в вашей команде будет говорить, мы не можем сделать проект, потому что Вася не может загориться с Петей в команде. Это плохо. Точно так же и товарищ Саахов. Это между ними общего. Что это такое? Кто знает? Амортизаторы. Правильно. Это амортизаторы. Это хороший менеджер на самом деле. А это что такое? Это рессор. Это плохой менеджер. То есть у каждого менеджера есть свой менеджер. У вашего менеджера есть свой менеджер. Правда? Он, может быть, не такой плохой человек, ваш менеджер, но его менеджер что-то там вызвал и накрутил. Так вот, хороший менеджер не придет в команду и не станет просто передавать эти неприятности, этот скандал и находить виноват. Хороший менеджер должен быть как амортизатор. Он пошел туда наверх, принял то, что ему сказали, но в команду должен прийти спокойнее и не передавать это. Вот мне кажется, вот такая аналогия очень похожа. Вот эти вот рессоры, срок жизни дольше. Вот видите, это, кстати, хорошая мысль. Срок жизни дольше у рессор. Правда? То есть, конечно, можно взять и вылить все на кого-то, весь этот стресс и можно долго жить, наверное. Но, конечно, нужна амортизация. Дальше. Овертайм. Многие из вас, наверное, работают. Как много из вас работают овертайм? Больше половины. Больше половины. Больше половины людей работают овертайм. Ну, теперь давайте поговорим про овертайм, в принципе. То есть, каждый из вас делает некий подвиг, правда? Все горит, мы тушим пожар, и... А потом опять надо завтра опять делать подвиг. Понимаете, если подвиг делается иногда, это нормально. Но если каждый день это подвиг, то кто-то что-то делает не так. То есть, за каждым подвигом стоит чья-то ошибка. Во время войны то же самое. И у нас то же самое. Вот, например, месяц назад я был на конференции в Москве. Вот здесь его нет, Леши. Но он, в принципе, на этой конференции Леша. Который эту конференцию организовал. Хорошая конференция. И вот давайте посмотрим. И в наше время есть место подвига. Видите, что это? Такие бэджики. На конференции было тысяча человек. Заказали бэджики, да? Но так получилось, что дырочек в них не было. Вот тут сверху, видите, дырочки? Чтобы эту веревочку одеть. И вот там один парень всю ночь за конференцией сидел, купил дырокол. И делал дырочки в этих бэджиках. Потом, конечно, Леша его отметил со сцены. Какой сделал подвиг этот парень. Действительно подвиг. Но почему надо было делать этот подвиг? Ну, я, честно говоря, не знаю точно почему. Тут есть два варианта. Давайте посмотрим налево. Какие есть два варианта? Кто что не сделал? Вот. Один вариант купили не ту веревочку. Потому что одна-то дырочка была в середине. Либо забыли заказать дырочки, да? Что? Вот это я не знаю. Это, вы считаете, тоже упущение, да? Тут я не знаю. Ну, можно поспорить. Но подвиг был. Почему работаем овертайм, да? Кто-то сделал ошибку в эстиммейтах проекта. Например, это одна из причин. Вам сказали, что проект нужно сделать до такого-то числа. А как, откуда они знают? Они сделали эстиммейт, не сделали. Ну, то есть была где-то ошибка или вообще его не было. Ну, конечно, agile проекты. Все хотят быть agile. Вообще нам не нужны никакие эстиммейты. Мы agile. Это вторая тема, из-за чего все будут работать овертайм. Потому что без эстиммейтов, значит что? Значит, вы все равно не успеете. Но будете говорить, что вы agile, и некоторые даже получают скрам-мастера. Есть еще вариант, что у менеджера не было выбора. Такое бывает. То есть вы понимаете, и он не дурак. Вообще, если вы будете, как-то если вы сможете заставить себя думать, что менеджер не дурак, если это возможно, то вам будет жить легче. Ну, у него могло не быть выбора. Ему сказали, ты должен это сделать. Он, соответственно, вам передал, и вы работаете овертайм. Ну, и очень частый вариант – salesman, специалист по продаже. Куда-то пошел, наобещал, вернулся, ну, а ребята типа сделают. Потом salesman ушел, а вы должны работать. То есть это, в принципе, основные причины, почему… А, вот еще одна. Мы начали работать на JavaScript. JavaScript, мы перешли. Вот еще одна работа. Самые громкие аплодисменты от наших ребят, которые, кстати, работают на JavaScript. Вы сидят трое и аплодируют. Вы вообще не должны быть на этом докладе, между прочим. Дальше. Когда вы работаете овертайм, тоже бывает пару вариантов. Некоторые хотят работать овертайм, особенно независимые консультанты, которые хотят больше заработать. Они бы хотели работать больше часов, если у них почасовая оплата. Поэтому бывает оплаченный овертайм, бывает неоплаченный. Но, опять же, неоплаченный овертайм – это какие-то ошибки. В стартапах. Некоторые люди идут в стартапах. Там очень часто бывает овертайм. Почему? Потому что денег, как правило, мало. Стартапы вначале убыточные. Если честно, я вообще думал сделать презентацию здесь про стартапы. Как их делать, что там бывает, что происходит. Ну, может, в следующем году, если будет все нормально, опять приедем. Вот. Надо что-то тянить. Но, еще раз повторяю, если постоянно работать овертайм, то считайте, что это война. Вы находитесь на войне, реально. Дальше. Если estimate и бюджет, у проекта есть бюджет, вы можете уложиться, можете не уложиться. Если менеджер вас куда-то идет и просит некую сумму, чтобы нанять сколько-то людей, чтобы платить им зарплату, ему могут сказать, нет, надо сделать это. У него все равно есть варианты какие-то, чтобы облегчить работу программистов. Первое, он может уменьшить скоу, что нужно сделать. Они могут ему сказать, у нас есть сумма икс. Он говорит, мне надо больше, потому что мне надо нанять еще человека. Они говорят, нет, у нас есть сумма икс. Он говорит, тогда надо сказать, тогда давайте уменьшим скоу. Мы не сделаем все фичи, а сделаем чуть меньше. Это первое, что может сделать ваш менеджер. Если у вас будет такая ситуация, подскажите ему. Lower the scope. Дальше. Отказаться от работы вообще. Это в консалтинг-компаниях бывает. У нас были ситуации конкретно. В 2006 году мы сделали только нашу консалтинг-компанию. Мы очень хорошо работали, мы были такие крутые, мы хорошо все знали. И нас просили дать эстиммейт. Там есть такая корпорация в Нью-Йорке. Она и журналы выпускает всячески. И вот нам просили дать эстиммейт. Мы дали эстиммейт, а потом и нескольких других компаний. У нас такая система, что нужно bid on the project. То есть каждый дает эстиммейт, это разная компания. Другие дали тоже. Они дали эстиммейты в 4 раза меньше, чем мы. На один и тот же проект. Взяли самую дешевую, через полгода, которую они должны были закончить. Нам позвонили, не можете ли вы исправить, но деньги они уже съели. Понимаете? То есть отказаться от работы, если это возможно для вашего менеджера. Но если он возьмет работу, значит команда будет, конечно, страдать. Почему некоторые менеджеры агрессивны? Почему они агрессивны? Часто они просто сами чувствуют себя неуверенными в своей работе. Они боятся, что их просто могут уволить. Они еще такие новички, неопытные. И они могут просто эту агрессию передавать на разработчиков, конечно. Они боятся, что проект не выполнится и будет плохо. Дальше. Если строить карьеру, это их главный приоритет, они тоже могут быть злые из-за этого. Они строят карьеру, а вы тут им мешаете со своим программированием. Понимаете? Это тоже одна из причин. И такие менеджеры часто смотрят на разработчиков не как на людей, а как на ресурсы. Мне нужно два ресурса Java и три ресурса JavaScript и один ресурс DBA. То есть это вообще не люди. Это вещь, которую можно заменить. Понимаете? Вот такое тоже бывает, такое я видел. Это не хорошо, но это и есть. Вы должны смотреть как бы правде в глаза. Чему можно называть менеджера дураком, например? Ну вот он не разрешает мне программировать на скале. Ну, значит дурак. Или прогрессивное человечество пользуется JavaScript и AngularJS, а мы все сидим на лекции для флешплеера программируем. Он не понимает, что месседжинг нужен нашему приложению. Может быть он как раз таки да, понимает, но у него нет на это денег, потому что он понимает, что нужно сделать инфраструктуру для месседжинга, а не просто взяли, давайте запрограммируем. Я не знаю, или кто-то знает, что такое Knight Capital Group, что с ними было, нет? Ну, короче, пару лет назад это такой хедж-фанд очень большой, они деньгами управляли, многими. Работала система довольно долго, и вот они внедрили новую версию этой системы. И эта компания практически вышла из бизнеса за 45 минут. Они менеджеры, по-моему, 400 миллионов денег. Начинается, у нас как работает? Если в финансовом приложении в 930 открывается Stock Exchange, вот этот маркет, и до 4-х работает. Сервера стартуют все, естественно, пошли трейды. Трейды, модели рассчитываются, трейды отправляются, что-то покупается, что-то продается. Вот в этой системе конкретно они смоделировали. Они смоделировали систему покупок и продаж акций и других финансовых продуктов. На самом деле, в этой области, когда делаются крупные покупки, там есть такое понятие, как slicing. То есть, чтобы не двигать рынок слишком крупными покупками, эти заказы, orders, они режутся на куски. То есть, они не покупают, допустим, 10 тысяч shares чего-то, порезать на мелкие куски, ну и через пару секунд выдавать. Короче говоря, их сервера, они сделали апгрейд системы. Их сервера вдруг внезапно, в 930, люди увидели, что они стали генерировать очень много заказов на покупку. А ведь это не шутки. Это заказ, значит, ты автоматом покупаешь. Электронные биржи, и все, мгновенно ты покупаешь. Они смотрят, и все люди стали смотреть, что делает эта компания. Почему они все это покупают и продают, как-то странно. Тут у этих паника началась у разработчиков, вот девоксов, кстати, которые подумали, наверное, это произошло. А, вернее, что они обнаружили? У них было 8 серверов, они только на 7 серверах поставили новую систему. А на 8 была старая. И в этой старой системе была ошибка в этой ситуации. И вот этот 8 сервер стал выдавать эти заказы на покупку-продажу. Они это поняли через несколько минут, а идет во всю торговля, там миллионы, понимаете? И они поняли это, но они неправильно вывод сделали. Они решили, что раз мы ввели на 7 серверах новую систему, наверное, это из-за нее. Они откатывают на 7 серверах новую систему, хотя на самом деле проблема была в старой. И 45 минут им потребовалось, пока они остановили это все. И они потеряли все деньги, просто все. Они должны были стать банкротами, там какой-то другой инвестор их выкупил. В общем, они живут. Но вот вам ситуация. Вот это проблема менеджера. Конечно, можно обвинять техника, который забыл на 8 сервере что-то поставить, но в принципе это все должно было быть автоматизировано и от человека нельзя было зависеть. Там вот внизу ссылочка есть, слайды у вас потом будут. Можете посмотреть, почитать об этом случае. Также нельзя делать ставку на лояльность разработчиков. То есть не то, что люди плохие, а просто у каждого из работников в компании есть какие-то свои ситуации семейные, другие планы. Нельзя делать ставку, что вот у меня есть суперработник, и этот суперработник будет со мной всегда. Люди уходят. Такое бывает. И потому что они плохие. Поэтому у менеджера должен быть план B. То есть уход одного работника не должен останавливать ваш бизнес. Есть мне очень нравится вот такая цитата, что people join companies and leave managers. То есть люди приходят в компании, а уходят от менеджера. Наверное, вы такое видели и встречали, да? Вы ушли только потому, что был плохой менеджер. А я бы добавил к этой цитате свою цитату. Я бы одно слово добавил. Что join companies and leave with managers. У нас такое бывает часто. Если менеджер уходит в другую организацию, потом смотришь, пару человек из его команды тоже куда-то делись. Они ушли с этим менеджером. То есть это типичная ситуация в корпоративном мире. Это факт. Почему? Потому что если менеджер уходит, ему нужно сразу же какие-то люди, которым он может верить, которыми он работал раньше. И таким образом люди переходят с этими менеджерами. А что же такое опытные разработчики? Давайте еще такой вопросник сделаем небольшой. Вот есть три варианта. Я вам задам три вопроса, а вы поднимите руки. Почему вы вообще программируете, сидящие здесь? Зачем вы это делаете? Ну вот первый ответ – это шаг в вашей карьере. Определенный шаг. Второй – мне нравится программировать. И третий – это хорошо оплачиваемая работа. Давайте первое. Поднимите руки. Для кого это шаг в вашей карьере? Вы поднимаете три руки, если все три. То есть немногие, да? А кто программирует, потому что вам нравится программировать? У-у-у, большинство. А кто программирует, потому что это хорошо оплачиваемая работа? Те же самые, что ли? Я не понял. Это называется cheating. This is cheating. Или вам нравится программировать или хорошо оплачиваемая. А такое бывает? Ну, может быть, ладно. Нет, плохого ничего нет. Совершенно ничего. Мне нравится, я люблю получать хорошую зарплату тоже. Вообще программируете? А можно и то, и другое? Ну, хорошо, ладно. Убедили. Все, все. Сдаюсь. Можно, все можно. Молодцы. Time estimate. Очень важная тема, которую вы должны знать. Как разработчики, я уже сейчас говорю про разработчиков. Меньше, чем за два часа ничего сделать нельзя. Вот у нас была ситуация недавно, я попросил одного человека, спросил его, сколько тебе надо времени вот на это? Действительно, там было просто. Он сказал, 15 минут. 15 минут – это ужас. Такого ответа не должно быть. За 15 минут вообще ничего нельзя сделать. Можно только посмотреть на кого-то, и все. Ну, может быть, написать и в statement можно за 15 минут, а проверить, ну, что он работает. То есть меньше, чем за два часа ничего делать нельзя. Никогда не занижайте стимейты, особенно это для начинающих программистов. Вас спрашивает начальник, сколько тебе надо времени вот на это, чтобы это запрограммировать. Вы думаете, у, я ему скажу, лучше я ему скажу меньше, скажу ему больше, он подумает, что я ничего не знаю, лучше я ему скажу меньше. Вы скажете меньше, а на самом деле не сделаете. Знаете, будет хэппи на минуту, если вы ему скажете меньше, чем надо, а это неправильно, надо завысить из себя всегда. Если вы считаете, что вам нужен один день на эту работу, скажите два. Скажите два. Сделайте потом за один день, прекрасно, если действительно вам один день. Я говорю, надо обманывать. Но никогда не занижайте, никогда. Всегда оставьте себе этот пэддинг, называется, такую подушку, потому что что-то пойдет не так обязательно. Вот посмотрите на эту картинку, мне она понравилась. Дедушка на титулу, может легче будет. Нет времени, детки, мне еще три ствола распилить надо. Это наша ситуация, это программирование. Люди, разработчики, многие не поднимают голову, а вместо того, чтобы какие-то тулы взять получше и понять, как лучше работать, более эффективно, они продолжают пилить то, что им дали. Это неправильно. Теперь о удаленной работе. Многие из вас работают удаленно. Есть какие-то вещи, которые очень важны. Я это вам говорю как менеджер команд, которые работают в Белоруссии, в Украине, в России. Какие важные вещи, которые для меня, как менеджера в данном случае, человека нужно найти легко. Понимаете, это огромная разница. Человек, который сидит в офисе, вот здесь рядом, где-то за столом. Если у меня есть вопрос, я могу подойти и спросить его. А если человек находится за 5000 километров где-то, и он не на скайпе, и он не поднимает телефон, я не знаю где он. У нас на самом деле работа очень такая гибкая. Вот сидит три человека, они могут подтвердить. Мы не говорим, когда ему работать. Хочешь работать ночью, хочешь работать днем. Тебе надо детей со школы забирать, забирай. Если есть митинги, конечно, они на митингах бывают. Но остальное нам все равно, когда. Но ты должен быть находимым в этом мире, понимаете, виртуальный мир. Это совсем все не так. Поэтому, если вы работаете удаленно, я вам говорю ответственно. Это очень важный момент. Дисциплина обязательно. Если вы хотите работать, вам не говорят, может быть, когда, но сделайте то, что надо. Ночью, значит, ночью сделаете. Предупреждайте заранее о проблемах, если они у вас будут или есть. Не делайте так. Менеджер от вас ожидает в пятницу никакую работу, а вы ему в пятницу объяснили, почему вы хотели лучше, а не получилось. Заранее говорить надо. Некоторые жалуются. Я очень часто вижу это в блогах или публикациях. Вот мы работаем. Эти аутсорсные проекты. Это багфиксинг. Там ничего интересного, там скучно. Да? Я все уже умею. Один дебаггинг. Во-первых, хорошо дебажить это совсем неплохой скил. Но, понимаете, некоторые смотрят на одну и ту же вещь, одни смотрят это как на проблему, а другие смотрят на это, как мы говорим, на opportunity, на ситуацию, которая вам может быть полезна, из чего вы можете что-то для себя взять. То есть, то были минусы. А если вы оказались на скучном проекте? Учите английский, повышайте свои коммуникации с юзерами, да, скучными. Развиваем аналитическое мышление, когда дебажим, правда, находим, локализируем проблему. Есть свободное время, правда? Работайте быстрее, если от вас не требуется ничего. Ну и учите что-нибудь другое для себя. Поэтому скучно на проекте, это не так плохо. Теперь, пиар. Каждый из вас работает. И если вы собираетесь делать карьеру, о вас должны знать, конечно же. Многие из вас работают на опенсорсных проектах, что очень даже хорошо. Вы себе реально строите резюме. Сегодня очень часто просто по умолчанию спрашивают, какой у тебя гитхаб аккаунт. Понимаете? Даже если вы делаете какие-то игрушки для себя, экспериментируете, сделаете гитхаб аккаунт. Особенно джависты. Все же выкладывается бесплатно. Чтобы у вас было что-то показать. Вот мне понравилось. Вы наверняка ходите на Stack Overflow. Когда у вас есть проблемы, вам отвечают люди. Там зарабатываются очки, репутация. Это шикарный сайт, шикарный. А джава шикарный язык. Почему? Потому что практически нет неотвеченных вопросов по джаве. У вас какая-то проблема, уже кто-то сделал, уже вам кто-то ответил. Давайте посмотрим на эту страничку. Я что-то искал, и я случайно попал на этого человека. Как мне кажется, вот это просто perfect такая страница. Давайте посмотрим на эти стрелочки. Как человек, вот если я смотрю на него, его просто уже хочется взять на работу. Я понимаю, насколько он крут. Давайте посмотрим. Репутация. Слева идем, слева направо. 167 тысяч очков набрал. Дал 1609 ответов. Вот внизу, да? 112 тысяч его посмотрело. Два часа назад заходил на Stack Overflow. В правой части смотрим. Вот его Twitter аккаунт. Его найти можно. Вот его Google Plus. Вот его GitHub. Понимаете? А внизу, вот справа, посмотрите. Он входит в топ, в топ, что там, полпроцента или пять сотых процента. Вот это круто, понимаете? Вот это наше, как говорится, портфолио. Когда дизайнеры картинки рисуют и показывают, что они там сделали. А мы должны вот так, ну конечно, таким быть. Это супер тяжело. Супер тяжело. Но к этому надо стремиться. Это, я считаю, профессиональный подход. Профессиональные разработчики умеют слушать и слышать, главное, других. Я сейчас вам покажу одну картинку. Вы не обижайтесь, но я такое слышал. Так люди говорят. Вот есть такая картинка. И вот что говорят. Что спорить с программистом, это все равно, что бороться со свиней в грязи. Через 2-3 часа ты понимаешь, что ей это нравится. Поэтому, ребята, слушайте. Слушайте других. Если менеджер вам что-то говорит, не исходите из того, что он глупый. У него, наверное, есть причины какие-то делать так. Сделайте то, что он хочет. Или бизнес-юзер, понимаете? На самом деле, чтобы проиллюстрировать эту картинку, я вам еще анекдот расскажу. Анекдот такой. Пришли пастор, врач, глазник, офтельмолог и программист на гольф-корф. Играть в гольф. А там сейчас такая. Там это сейд домик, где все их причиндалы. И выделяется время. Вот команда зашла на поле, и они играют, а вторая команда ждет. Вот эта команда ждет. Вот эти трое ждут, а те не уходят, не уходят с поля. Они спрашивают этого смотрителя, будки, чего они не уходят оттуда. А тот им отвечает, ты знаешь, говорит, это команда пожарников. Тут был пожар. Они бросились на пожар, они спасли наш домик от этого всего, и они потеряли зрение. И за это мы им сказали, когда захотите играть в гольф, играйте в гольф. Поэтому мы их никогда не трону. Вот они играют, подождем. Ну и тогда пастор говорит, ну, конечно, это очень плохо. Я буду молиться, чтобы молиться Богу за них. Афтальмолог говорит, знаете, а я подумаю, я должен с ними поговорить, посмотреть, что можно сделать, может быть, как-то помочь их зрению. А программист, знаете, что сказал? Он говорит, а что, они не могли играть ночью? Понимаете, вот мышление какое. То есть все правы. То есть ребята, надо слушать, уметь другим. На этом мы заканчиваем. Я заканчиваю свое выступление. Конечно, на вопросы есть время, пожалуйста, спрашивайте меня. Но вот этот первый тост, который вот будет в Whisky Party, я хочу, чтобы мы выпили за Manageable Managers. Ну вот, пожалуй, и все. Вот книжки свежие. Это детская, бесплатная. Вот я написал свежую версию с Java 8, с Java Effects. Там есть все для детей. Игру написал. Лежится в интернете бесплатно. Средняя – это вторая версия моего учебника. Они же – это ребята из нашей команды. Я в том числе. Написали в прошлом году, выпустили Enterprise Web Development. Ну и контакты всяческие. Ну вот все у меня на сегодня. Если есть, спасибо. Спасибо. Если есть у вас вопросы, у нас еще есть время. Пожалуйста. Да. В Москве, если вам не верят, один раз Героиня говорит, что если научишься управлять кремя людьми, то дальше количество не имеет значения. Я хотела бы попросить вас прокомментировать эту плазу. И, собственно, к ней дополняющий вопрос. От какого количества подчиненных начинается, собственно, менеджер? Если у тебя один, например, подчиненный, и ты менеджер, ты уже менеджер или еще нет? И когда – да? Да. Вопрос послышали, да? Значит, я считаю, что если у вас есть один подчиненный, вы уже менеджер обязательно. Уже есть у кого-то свое мнение. Вы уже что-то хотите от этого человека, он может этого не хотеть. Что касается, имеет ли значение количество людей – да, имеет. Я когда-то говорил с одним умным человеком, который опытный менеджер, много лет. И он сказал, назвал мне цифру, говорит, если компания 30 человек, должно быть 3 менеджера. Он так считает. Он считает, что реально один человек может управлять 10. Конечно, в ситуации со стартапом у вас может не быть таких ресурсов, но если человек управляет больше, чем 10, то это сложно. Это сложно. Потому что у каждого свои взгляды, кому-то надо помочь, у кого-то конфликт с другим. То есть, наверное, это правильно. Вот цифра 10, я думаю, правильно. А управление командой в 100 человек значительно сложнее. То есть я считаю, что это имеет значение количество. У кого еще вопрос? Да. Здравствуйте. Такой вопрос про менеджеров, которые программируют. Все-таки, вот скажем, если футбольный тренер, желательно, чтобы он выходил из футболистов, потому что он принимает игру. А почему менеджер не должен программировать? Я не говорю, что он не должен. Я не считаю, что это плюс. Я считаю, что менеджер должен уметь создать команду правильно и иметь людей, которым он доверяет. Что если менеджер, не умеющий программировать, но если у него есть team lead, который умеет программировать, если ему надо сделать какой-то estimate, конечно, вы можете сказать, если я не умею программировать, мои разработчики мне скажут все, что угодно, а я не буду знать. Они мне говорят, правду или нет. Так вот для этого нужен team lead. То есть у нас ребята работают, все ребята грамотные работают в компании, у нас эта работа бывает часто. Мы просим их сделать estimate. И мы им верим. Понимаете? Хотя, скажем, я умею программировать, я могу сделать это детальнее. На самом деле существует специальная методология того, как делать estimate. И, кстати, могу вам сказать, что вот недавно мы, например, потеряли проект один. Почему? Мы хотели как лучше. Мы, нас попросили сделать одну систему, один там аукцион для автомобилей. Вот Антон сидит, не дать совать. Мы выделили его на три дня. Никто денег не брал с этого человека, чтобы сделать estimate. Мы могли ему сказать, нам надо там два месяца, как делали другие компании. Антон сидел, все четко по экрану, по кнопочкам, по компонентам, по сервисам, по контроллерам. Расписал, выдал документ, где все было детально написано. В результате он сказал, это много. Это много, понимаете? Но я к чему-то хочу сказать, что Антон это делал, я ему доверяю полностью. Вот он технический человек, и хоть и я, как бы, тоже понимаю программирование, мне не надо его проверять. То есть я считаю, что менеджер должен иметь правильную команду с хорошим темлидом, которому он верит. И тогда ему не надо уметь программировать. Если так получилось, случилось, что менеджер вышел из программистов, это совпадало с его карьерными целями, то прекрасно. А если нет, то я считаю, что необязательно. Надо уметь работать с людьми. Вот это для менеджера главное. Добрый день. Можно я сейчас задам вопрос? И у меня такой вопрос, немножко провокационный, по поводу того публичного профайла на Stack Overflow. Не думаете ли вы, что человек, который каждый два часа отвечает на вопросы, и когда на вас будет работать, будет поддерживать столь же сильно свой публичный профайл, вместо того, чтобы делать вашу работу? Понимаете, когда человек знает ответы на практически все вопросы. На практически все вопросы. Я думаю, что… Ну, это его работа получается, отвечать на эти вопросы. Ну, это его основное времяпрепровождение, отвечать на вопросы. Вы не понимаете, сколько люди работают? Люди работают… Люди могут работать по 16 часов. У них с чем они могут сидеть вот и отвечать на вопрос? Лежат и получают удовольствие. Дальше. У этого человека есть менеджер. Если он видит, что человек себя просто пиарит с тем, чтобы себя продать где-то лучше, опять же, это задача менеджера, это распознать и почувствовать, если в этом страдают. Но менеджеры не дураки, еще раз говорю. Если он это видит, и он это терпит, значит, все прекрасно. Пусть продолжает пиарить себя где угодно. И вы должны себя пиарить тоже все. В принципе. И, кстати, есть такое понятие manage the manager. То есть, пиар внутри компании. Что это значит? Каждый из вас сидит и работает. Часто у вас бывает такая ситуация. Вы сделали что-то реально серьезное. Вы помогли проекту. Об этом никто не знает. Ваш менеджер об этом не знает. Это ужасно. А рядом с вами будет себе другой человек, который всегда про любую мелочь будет докладывать менеджеру. У него карьера будет лучше, его будут повышать, а вы будете сидеть делать тяжелую работу, он не будет об этом знать. Поэтому manage the manager. Если вы что-то хорошее сделали, не стесняйтесь, пиарите себя внутри команды. Скажите об этом менеджере. Потому что вы думаете, что он и так видит. Ничего он не видит. У него есть другие задачи. Еще вопросы? Да. Как вы делаете людей легко находимыми? То есть какие-то заговоренности? Как мы делаем чего? Людей легко находимыми по удаленке. То есть это заговоренности и какие-то правила, я не знаю. Ну как правило, мы общаемся с людьми. Если у нас есть проблемы с этим, мы увольняем его. Нет, я вам серьезно говорю. Нету проблем. Люди нормальные ведь в принципе. Люди ответственные. Это же не студенты, которые ходят в пьянство в телеклазре или что. Нет, нормально. Мы относимся совершенно нормально. Мы же не требуем, чтобы ты был всегда у компьютера. Нет, нам все равно. Если не митинги, еще раз говорю, нам все равно. Человек делает работу, пожалуйста. Этому нельзя научить. У нас были когда-то конфликты с одним человеком. Хороший программист, но у него были такие проблемы. Вроде стало лучше. Пару раз говорили, но нет рецепта на это. Надо от таких избавляться, я считаю. Такие еще вопросы. Как насчет совмещения в одном человеке таких ролей, как тим-лид технической команды и менеджера? Бывает, но я не знаю, я не могу вам сказать процент. Ну, наверное, есть таких людей, может быть, 15-20%. у него талант. Но если человек хороший тим-лид, технический, технический тим-лид, у него все равно есть что-то, что ему больше нравится. Правда? Либо все-таки программировать и руководить, он будет разрываться. С другой стороны, от него требует, чтобы менеджмент был, от него требует какие-то планы показать, то, что будет делать и когда и так далее. Это ему неприятно. Что-то будет перевешивать. Ну, такое бывает, конечно, бывает. Но это такие уже серьезные ребята, которые это умеют совмещать. Но вы для себя определитесь лучше всего. Если вам нравится менеджмент, прекрасно. Но менеджмент, она с точки зрения job security, она слабее. То есть, если начнутся плохие времена, программисты скорее найдут работу, чем менеджером. Какие еще вопросы? Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали программисту, который хочет стать хорошим менеджером? Хочет стать? Да. Надо учиться, ребята. Человек, который хочет стать project manager, должен учиться. Самый простой вариант, который я могу посоветовать, брать курсы в интернете, брать курсы онлайн на Курсере. Project manager, купить книги, брать курсы и сказать у себя на работе, что своему начальнику сказать, что вот я хочу поменять карьеру, мне нравится программировать, но я бы хотел двигаться в менеджмент. Можете ли вы мне помочь? Люди не враги вокруг. Говорите со своими. Не думайте, что если я это ему скажу, он на меня будет плохо смотреть. А если будет плохо смотреть, ну значит, что делать? Но я бы вам не советовал начинать просто искать работу project manager до того, как подучиться этому. Потому что у project manager другие резюме. У project manager их интересуют деньги. Вот если вы посмотрите на резюме project manager, попробуйте на какой-нибудь онлайн job search пойти. Вы можете легко найти резюме, который там публикует. Они пишут, сколько они заработали денег, сколько они сэкономили денег на этом проекте, как они вели команду из 20 человек, к примеру, и компания из пункта А пошла в пункт Б. То есть там все по-другому. Вы не можете просто взять свое резюме программиста и сказать, теперь я буду менеджер. Есть некий процесс, и вы должны идти по нему. Я считаю, что вы должны учиться в, я не знаю, есть ли в России или в Украине, но такие курсы могут быть и есть, project manager, менеджмент, школы. Если они есть, то попробуйте, но только там, где хорошая репутация у преподавателей. Еще вопросы? Еще вопрос есть. Вы много говорили о негативной оценке менеджеров и программистов. А как вы себя оцениваете как менеджера? Пусть обо мне скажут другие, как надо в советском соцсетях говорить. Я думаю, что я хороший менеджер. Я думаю, что я менеджер на сегодня лучше, чем программист. Вот после проекта можете у этих троих спросить ребят, вот они сидят, но втихаря, да, чтобы они вам честно сказали. Я думаю, что я хороший менеджер. Потому что я люблю программистов, это первое. И, по-моему, я никогда их не обижал. Да, еще вопрос. Я бы хотел спросить, как вы считаете, можно перейти с одной сферы менеджмента в IT? Грубо говоря, там... Можно ли перейти с одной сферы менеджмента в IT? Можно. Потому что менеджмент это управление людьми. Люди практически везде одинаковые. Конфликты часто не одинаковые. Скажем, в магазине, который продает конст-товары, бывают конфликты. Понимаете, каждый человек имеет свое видение. Есть... Старая такая притча о слоне, может быть, я когда-то здесь рассказывал, когда семь человек завязали им глаза и подвели слону с разных сторон и сказали, что это такое. Кто-то взял хобот, кто-то хвост, кто-то ногу и каждый сказал другое. То есть каждый из людей, которыми вы управляете, видит одно и то же по-другому. По-другому. А если по-другому, значит, это конкурс. Понимаете? У каждого может быть семья, дети, другое расписание. То есть одни и те же вопросы. Но опять же, если вы согласитесь со мной, что не обязательно быть программистом, несложно, я считаю. Такой еще вопрос. Вот вы говорили, что если проект скучный, есть варианты решения проблемы, прокачивать скиллы, заниматься автоматизацией. Мне кажется, это менеджерские способы борьбы со скукой. Еще есть программистский вариант сменить проект или даже с большей зарплатой. Что вы так скажете? Я считаю, что прокачивать, я это делал сам. Я очень много лет работал независимым консультантом. У меня были достаточно высокие рейты в Нью-Йорке. В больших корпорациях, к сожалению, менеджмент плохой. Вы, наверное, думаете, что в Америке все такие супер, все эффективно. Ничего подобного. Чем больше корпорация, тем меньше эффективно. То есть, разные карманы. Из этого деньги платят консультанту. Это консультанты уже взяли, это другой бюджет. У меня был проект один, я не буду называть какой компанией, финансовый, очень большой. Они меня взяли работать, первые три недели у меня не было ни места, где сидеть, ни компьютера. И мне платили в 8 часов. Я вообще такой well-trained консалтинг был, я понимал, как надо себя вести, что можно говорить, что не говорить. Через 2 недели я уже не выдержал, я подошел к менеджеру, мне неудобно, вы мне платите зарплату. Мне нечего делать. Он говорит, не волнуйся. Я все это время занимался, как вы говорите, прокачивал скиллы, я себя честно вел, то есть, я никого не задерживал. И всегда, я во время работы обычно я делал свою работу за 4 часа, не больше, когда я работал независимо. Все мной были довольны, всегда. Я всегда делал хорошо или в сроки, или быстрее. в мое время я делал то, что я хочу. Понимаете, когда Google говорит, что 20% времени их работники могут тратить на свои проекты, я и так не работал в Google, но я делал то же самое много лет. Есть еще вопросы? По-моему, мы уже должны заканчивать. Яков, скажите, пожалуйста, вы являетесь основателем двух компаний. СО основателем. У меня есть партнер. Не работаете и там, и там менеджером. То есть, основываясь на своем личном опыте, вы бы советовали менеджерам, грубо говоря, работать над одним проектом, не бивать шишки, и другой проект при этом нести... Не понял вопрос. Над одним проектом бивать шишки, а другой что? А другой развивать, собственно говоря. То есть, я имею в виду, количество проектов будет зависеть от качества. я не очень понимаю. То есть, вы хотите, чтобы я экспериментировал на одном проекте, оттачивал свои скиллы с риском для компании, а другой делал серьезно. Тут я вот, вот у Васи у меня работает, я попробую. А ну-ка, давай-ка я, Вася, пониже зарплату. Интересно, уйдет, не уйдет? Не, не ушел. А давайте еще пониже. Опять не ушел. Нет, я плохо к этому отношусь. То есть, надо делать, то есть, надо делать то, что надо делать. И чем меньше компания, тем больше надо работать. Но обычно мы работаем много там. Есть еще вопросы? Есть? Нет? Я еще буду с бокальчиком виски, вы меня увидите, скоро, прогуливающимся там. Так что, пожалуйста, если хотите спросить, пожалуйста, я отвечу. Есть еще вопросы? Да. А я хотел спросить, ваше личное мнение, вот если есть сотрудник, который квалифицирован, но у него, скажем, бывают трудности с дисциплиной, вот какова ваша личная стратегия, когда его уволить или еще терпеть? Ну, понимаете, я так не могу сказать. Я вот выступал у ребят, вот Женя сидит из КПИ пару дней назад, вот. У меня там был слайд один, который назывался «Примадонна». Такие люди называются «Примадонна». Это, я считаю, что «Примадонна» терпеть в команде нельзя. Мои партнеры меня много раз останавливали. Я предлагал кое-кого уволить из компании несколько раз. И они меня останавливали, они более, у них лояльные отношения. Я считаю, что это плохо. Человек, который технически хорош, но из-за этого он игнорирует других членов команды и считает, что ему можно, что другим нельзя, я считаю, что он разваливает бизнес. И пусть даже мы пострадаем из-за того, что мы не сможем легко найти ему замену, я считаю, что таких людей надо увольны. Ну, а как вы считаете, я не знаю у вас какая-то конкретная ситуация. Так, все, ребята, мое время подошло к концу, поэтому там за рюмочкой. Спасибо, спасибо. Спасибо.